Внимание на экран! Друзья, всем привет! Я Омурала Гульназик, представляю Кыргызстан, клуб Юбиджи. Это мой самый долгожданный бой, так что я готова выложиться на 100, и я уверена в себе и в своей победе. Моя соперница Мария Артюхина более опытная, но это ей не поможет. Самое сложное уже позади, осталось теперь только показать хороший бой. Всем привет! Меня зовут Артюхина Мария. Я с города Ростова-на-Дону представляю спортивный клуб «Пересвет». Подготовку к бою проходила в своем родном клубе «Пересвет». Все пошло по плану, без травм. Я заряжена и готова показать хороший, интересный бой, но много интереснее, чем было до этого. Итак, как вы уже поняли, прямо сейчас в клетке «Горилла ММА-серии» женский поединок в наилегчайшем весе. Встречайте! Добро пожаловать в синий угол клетки! Встречайте! Представительница Кыргызстана Гульназик Аморова! На очереди еще один поединок в женской наилегчайшей весовой категории, то есть в дивизионе до 57 килограммов. Гульназик Аморова против Марии Артюхиной. Вот она, непобежденная 18-летняя девушка из Киргизии по прозвищу «Цветок». Несмотря на то, что Аморова больше тяготеет к борьбе и джиу-джитсу, две из трех ее побед добыты нокаутами. Причем в дебютной встрече гульназик одолела Джилу Зарии после прямого попадания. Затем она выиграла решением у Анастасии Фроловой. И в последней встрече с техническим нокаутом разобралась с Ксенией Агир на турнире «Мир Пайтинг Чемпионшип». Простой франт большой, полтора года. В красный угол клетки добро пожаловать представительница Ростова-на-Дону Мария Арчухина! Мария Арчухина приглашается на арену. Три победы, одна нокаутом, одна с обмышленным, одна решением. Два поражения, оба решения и одна ничья. Ростов-на-Дону. Серебряный призер Кубка мира по кикбоксингу, обладатель Кубка России по кикбоксингу. Начала свою профессиональную карьеру в ММА в 2016 году. Причем в первом поединке победила Аиду Джетинбаеву с обмышленным в первом раунде. После этого проиграла Юлии Борисовой решением и Лилии Шакировой раздельным решением. Затем победила техническим нокаутом Карину Василенко. Свела в ничью поединок с Екатериной Макаровой в рамках 21-й ММА-серии. А на 24-й ММА-серии одолела решением Алену Пименову. Что касается стиля ведения боя, Артюхина работает на скачке, на челноке, много перемещается, любит зарабатывать очки, оставаться на дистанции и не давать возможность сопернице сближаться. Мария очень хороший ударник, к тому же очень быстрая и подвижная. Но в поединке с Юлией Борисовой, например, у Марии возникали определенные сложности в клинче. И, наверное, за этим поединком с интересом будет смотреть и фронтмен команды «Пересвет» Александр Шаблей. Итак, уважаемая публика, я с удовольствием представляю вам участниц этого поединка. И первым спортсменку, которая стоит по правую руку от меня и выйдет на этот поединок из синего угла. Ей 18 лет. Ее официальный вес 57,2 килограмма. При росте 172 сантиметра. Ее профессиональный рекорд так же прекрасен, как она сама. Три безоговорочные победы. Дамы и господа, представительница клуба Юби Джим Кыргызстан. Куль-насик! Умара! Ее соперница, напротив, через клетку, выйдет на поединок из красного угла. Ей 28 лет. Ее официальный вес 57,6 килограмма. При росте 168 сантиметров. Ее профессиональный рекорд. Три победы при двух поражениях и одной ничьей. Представительница клуба Пересвет. Дамы и господа, из Ростова-на-Дону. Вот она! Встречайте! Мария Арчухина! Девушки, на середину и ваша рефери на этот поединок, господин Колесников Александр. Дамы, вы прекрасно знаете правила. На протяжении всего поединка внимательно слушаем мои команды и активно защищаемся. Если вам все ясно, можете пожать руки и начнем. Итак, Гулназик Каморова против Марии Артюхиной. Шаг назад. Время! Первый раунд! Бой! Начинается встреча. В синем углу Гулназик, а Мария, соответственно, в красном. Да, большая разница в возрасте, в первую очередь, на 10 лет старше Артюхина. И хороший лоу-кик с добавлением лево-бокового. Начинает работать Мария. Очень легко она поддавливает, выигрывает пространство. Шансы Аморовой, безусловно, будут в партере, в переводе, на канвас, в клинче, возможно. Еще одна серия. Опять же, правый лоу-кик, левый боковой. Здесь очень важно войти в этот бой, не тушеваться. Аморовой. Мария Артюхина очень спокойна. Все видит, все контролирует. Вот эта дистанция атаки ей очень удобна. Агульдазик просто выжидает и практически ничего не выбрасывает. Пытается она действовать в ответ. Вот сейчас еще один джем и вновь. Хорошее попадание, но уже справа. И Аморова сейчас вперед в захват. Марию Артюхину, хотя именно Мария была инициатором клинча. Да, Мария была лучше в стойке. Сейчас посмотрим, будет ли она лучше в борьбе. Тейкдаун. Очень интересно, с учетом того, что Мария именно является ударником. Пытается она прорваться вперед. В свою очередь набрасывает треугольник Аморова. Пропускает удар справа Аморова. Еще несколько попаданий. Все съедает, пытается сделать болевой на Ахилову сухожилию, но пропускает очень жесткие удары Аморова. Скручивание пятки. По-прежнему пытается провести, но сколько же ударов летит в голову. И прикладывается теперь слева Мария Артюхина. Но не отдает Аморова ногу. Смотрите, что делает. Нельзя хвататься. И здесь шея прибирает Артюхина. Пытается она воздействовать на ногу. И вот этот зажим, зажим голени. Есть такой болевой прием. Его еще называют канарейка, но из другого положения он, естественно, делается. На самом деле... Достаточно травмоопасный прием. Там не хватает контроля, и никак пока не можно освободить правую ногу Мария Артюхина. А вот Аморова может довести этот прием, если оттянет левую ногу назад. Но рефери бой останавливает и возвращает бой в стойку. Все ли в порядке с правой ногой? Нет. Нет. Ну, вроде бы восстанавливается Мария Артюхина. Так, смотрим. Да, ей необходимо идти вперед и, возможно, опять навязать борьбу. Но проблемы с конечностью присутствуют. Возможно, просто затекла нога. Джаб. Вообще было непонятно, зачем Мария Артюхина идти в борьбу, когда у нее все в стойке получалось. На, гульназик. А по-прежнему застаивается и просто ждет. Раз за разом превращается в стоячую мишень. Раздергивает Мария Артюхина. Подбирается под правой прямой, возможно. Но уже не... Есть. Право попадания. Как раз правой прямой. Не стала атаковать правой ногой. Используется вот эту связку. Лоу-кик левый боковой. Чуть больше минуты. Да, бой не самый активный получается вот в этой стадии. Лоу-кик от Амуровой. Хорошее попадание от Марии Артюхиной. И снова клинч. Ну что, будет еще один перевод от Марии. Так, она спустится вниз. По две ноги. Широкая защита от Амуровой. Пробивает по корпусу Амурова. Есть перевод. Хавгард. 30 секунд. Застыли соперницы. И не пытаются улучшить позицию Артюхина. Здесь появились мысли об отключении руки. Удар слева. В итоге гард. Последние секунды. Ну что ж, Мария забирает первый раунд. Причем делает это довольно уверенно. Еще один удар. Да, плотно справа попадает Мария Артюхина. И раунд завершен. Детку не хватает. Внимательнее колено нормально. Восстанавливаются девчонки. Ну а мы пока посмотрим повторы. До последнего держала Гульнази Каморова ногу соперницы. Готово. 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 Второй раунд. Бой! Возобновляется поединок. Второй раунд. Насколько восстановились девушки? Сейчас узнаем. И лоу-кик. Хотела пробить полево. В итоге зацепила правую. Гульназик. Опять Артюхина поддавливает. Все-таки вот эта робость стартовая, она немного ушла в сторону у Аморовой в этом раунде. И Мария Артюхина при этом тоже более осторожно уже действует. Джеб на джеб, все по воздуху. Справа попадает Артюхина через руку. Раз за разом проходит у нее этот удар. Да, и она его так тщательно скрывает и в итоге доносит до цели. Пытается провалить Артюхину соперницу. Ждет от нее первого движения. Да, все-таки есть проблемы. К сожалению. Есть проблемы с ногой у Марии Артюхиной. Не может она стоять на ней плотно. Да, получается, что Марии необходимо искать шанс исключительно на настиле. А это не ее конек. Более того, здесь еще и позиция невыгодная. Много пространства. Понимает ли это все Аморова? Скорее, да, чем нет. Наносит удар сверху. Безумно активно работают секунданты. А зрители, наоборот, притихли. Пытается донести удар до цели Аморова. А Мария Артюхина, в свою очередь, просто сковывает ее движение, связывает руки. Да, неплохо завязалась Артюхина. Призывает рефери к большей активности. Но, на мой взгляд, Аморова могла бы и подняться в стойку и продолжать работать там. Тем более, что у Марии есть трудности с передвижением. Середина боя, и девушки вновь будут на ногах. Возобновляется бой. Смотрим, а в том числе и за правой ногой Марии. Видно, что опирается она на переднюю ногу сейчас. И это можно использовать как раз с Аморовой. Хайкик от Амуровой. Джеб. Еще одно попадание. Здесь был еще и колено на встречу. И заходит она в полный маунт. Да. Аморова пытается выйти на добивание. Но, на самом деле, там Артюхина упала больше именно из-за ноги, а не из-за пропущенного удара. Как мне показалось. Возможно, сыграло и то, и то. Попадание, причем, было схожим с тем, которое проводила Мария в первом раунде. Здесь можно постараться пробить в разрез. Ищет, ищет там брешь. Гульназик. Маунт очень высокий. Посмотрите, как ногами работает Артюхина. И на рычаг локтя. Пытается выйти. Аморова неудачно отдает позицию. Это шанс для спортсменки из клуба «Пересвет». И тут же Аморова пытается набросить ноги. Подтаскивает их к голове, но лишь на мгновение. Артюхиной нужно во что бы то ни стало здесь активно работать. Наносит она два удара. Еще одно попадание. С точки зрения объема и количества ударов, конечно, Мария выглядит интереснее, но она очень устала. Еще одна попытка набросит треугольник или будет рычаг. 30 секунд руку к себе. Посмотрим, насколько хорошо умеет проводить этот прием. Аморова. Или будет просто рычаг. Похоже, рычаг не хватает немного контроля. И на треугольник выходит. Был на зиг Аморова. Так, последние секунды. 10 секунд до конца. Очень хорошо взяла в захват. Все. Раунд завершен. На волоске от поражения была сейчас Мария Артюхина. Впереди еще пять минут. Безумно драматичный поединок. Всего минуты на восстановление. Бой продал, а? У нее с коленом проблемы. Продолжай бой. Проиграй в бою, проиграй. Все видят, что травмировано на коленах. Не будем продолжать? Выйди, просто встань, и встань. Понимаете? Переведет, переведет. Видно. Бой, круто. Выстан, а вы просто молодец. Если вы видите, вы просто молодец. Понимаете? Как грамотно работает тренер. Он понимает все сложности. Вы знаете, несколько раз с разными специалистами удавалось общаться. И вот один раз Александр Мечков рассказывал историю о том, как в одном из поединков Алексей Невзоров с Тимуром Нагибиным, когда сражался, первый раунд Алексей проиграл в пух и прах. А затем в перерыве. Александр Мечков думал, все, сейчас я выброшу полотенце. Но говорю Алексею, он сдох, иди вперед. И Алексей вытащил тот бой и выиграл. Такие моменты тоже нужны и сейчас были. Такие наставления. Что надо рисковать, надо идти вперед и проявлять бойцовские качества. И это делает Мария Артюхина. Ну что ж, смотрим дальше. Третий раунд. Артюхина попыталась пробить корпус. Амарова идет вперед с двойкой. И лоу-кик по здоровой ноге. Интересно, что Амарова не работает лоу-киками особо в этих поединках, в этом поединке. Даже с учетом того, что она понимает, что есть травма. Ну и чтобы добраться до долей ноги, опять же, нужно выбрать еще несколько боковых. И при отступлении Марии попробовать зацепить. Но не обязательно бить по больной ноге, можно бить по здоровой. Для смены стойки. Тем более, что стоять на больной ноге не может Артюхин. Браво, Мария. Шикарное попадание с правой руки. Поддавливает, поддавливает спортсменка из Ростова на Донон. Амарова отступает. И откровенно выцеливает на свой правый прямой. Промахивается Артюхина. Пыталась пробить по корпусу сейчас Амарова. Где-то на жжеме еще на попадание. Амарова слегка затянуто действует. Видны ее удары. Причем практически с самого начала. Очень осторожно. Но пока еще в своей карьере Агулназик не проигрывала. Хотя у нее карьера, конечно же, не длинная и всего 18 лет. Попадает. Попадает. Попадает сейчас Амарова. Подключает колено. Как бы тяжело приходится Марии Артюхиной. Нужен перевод. Нужен перевод и занимать позицию сверху. Колено подключает Амарова вновь. Очень много желаний и очень мало сил уже у спортсменок. При этом получается у Марии Артюхиной на одной ноге держать соперницу у сетки. Что удивительно. Да и вообще просто героический поединок проводит Мария. Тяжелейшее испытание. Еще одна попадание. И справа, и слева. Точно. От Артюхиной. Вновь дистанция. Темп совсем упал. Оно и понятно. Практически уже стоят девушки. Амарова подкрадывается. Хороший обмен. И вот так вот высоко работает ногами. Амарова. Показывает, что есть у нее еще силы. Бросок шикарный. Здесь возможно удушающий бульдога. Посмотрите, что делает Мария. Можно, можно довезти этот прием. Это шанс для Марии Артюхиной. Работает ногами и к борьбосам. Необходим излом. Пока не получается. Но здесь пока просто на удержание работает Мария. За удержание баллов не дают. Не получается освободиться у Амаровой. И опять попытка проведения. Ну, скорее, бульдог челка. Вот сейчас уже может получиться. Через руку это уже похоже на треугольник. Смотрим. Все. Вот это да. Волевая победа Марии Артюхиной. Кто бы вот подумать удушающим приемом. Сейчас можно не скрывать эмоций. Браво, Мария. Просто фантастика. Молодец. Вот это да. Сама не верят в то, что произошло. Какие же крутые женские бои получаются на турнире. ММА из серии по номерам 33. С травмой. На морально-волевых. С сомнениями вообще на выход на третий раунд. Мария Артюхина выигрывает. И вот он, тренер. Который буквально вытащил ее на третий раунд. Сказал, надо побороться. Надо попытаться перевести в партер. Мария не была уверена в том, Браво от тренера Марии. И все получилось. С машинки на середину. Рефери поединка господин Колесников Александр останавливает бой на четвертой минуте одиннадцатой секунде третьего раунда. Удушающим приемом в этом поединке одержала победу и записала еще одно очко в свой профессиональный рекорд. Мария Артюхина! Поздравляем, Марио, с этой победой. Это грандиозный успех. И большой шаг в карьере. Большой шаг вперед. Бульнаджиак желаем не расстраиваться от этой первопоражения в ее карьере. Скажи, пожалуйста, мы все видели, как тебе было непросто, что с коленом. Болит. Ну ничего. Главное же не сдаваться. Скажи, ты чувствовала это или ты была на адреналине и шла вперед? Конечно чувствую, я вообще еле хожу. В общем, из последних сил ты вырвала эту победу. Четвертую победу в своем рекорде. Поздравляем, Мария Артюхина! Благодаря! Смотрим еще раз самые опасные моменты из этого поединка. Вот такие ребята и девчонки есть в команде Пересвет. Я имею в виду, конечно, сейчас Мария Артюхина в первую очередь, но и там есть боицы такие, как Андрей Гончаров, Александр Шабли и многие другие. На характере, на воле затащила этот бой Мария Артюхина. Такие бои входят в историю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова